Чуть более 2000 работников градообразующего предприятия. Коронавирусные инфекции из них переболели 528 человек. На конец прошлой недели вакцинировались 358 сотрудников. Главной задачей встречи руководства медсанчасти с профактивом комбината было ответить на самые часто задаваемые вопросы касательно прививки, развеять мифы, но и по итогу помочь определиться сделать шаг вакцинации тем, кто еще сомневается. Много разговоров сейчас идет о третьей волне COVID-19. По всему миру об этом уже говорят, как о состоявшемся факте. По словам медиков, рано или поздно переболеют все, кто не успел переболеть в первую или вторую волну. Даже те, кто строго соблюдает все меры и питограничения, находятся на самоизоляции. Даже те, у кого крепкий иммунитет, словом, все. Вакцинация на 100% не поможет избежать заражения. Однако она гарантирует, что болезнь пройдет без осложнений. Если мы всех провакцинируем как положено, уже вот такого эпидемического подъема вспышечного уже не будет. Поэтому у нас вот впервые появилось вот такое оружие, в общем-то, альтернативы которому нет. Вакцина «Спутник Ви», которая поступает в Новоурайск, зарекомендовала себя во всем мире. 50 стран ведут ее закупки. Единственный, если так можно сказать, ее недостаток – это условия хранения, от минус 18 и ниже. Однако в распоряжении медсанчасти имеются три транспортных холодильника, восемь переносных. Кстати, их помог приобрести для медсанчасти Уральский электрохимический комбинат. Слово, все необходимое оборудование есть в достаточном количестве, даже для выездных мероприятий по вакцинации коллективов. Отдельно хотел поговорить о пресловутых антителах, которые все беспокоят, все ими меряются. И, так сказать, у кого больше, у кого меньше, заканчивать это занятие. Вот антитела определяли при вакцинации, когда она была в стадии эксперимента, в стадии изучения. Ну, естественно, смотрели, что было до, что стало после. После того, как эти испытания были закончены, даже не в инструкции, нигде, даже противопоказания нет, что при наличии антител это противопоказание против вакцинации. Никаких осложнений после вакцины не наблюдается, кроме так называемого гриппоподобного синдрома, который проходит в течение суток. Кстати, генеральный директор Уральского электрохимического комбината Александр Белоусов привился в числе первых горожан. Кто-то из работников комбината в больницу попал, у него были симптомы какие-то непонятные и так далее. Ну да, недомогание было, это правда температура поднималась, не у всех, а у некоторых. Поэтому это же реальная выборка, реальная выборка. Это же не интернет, это наш комбинат, наши работники, наши люди. И, конечно, прозвучали ответы на самые волнующие вопросы. Если диагноз коронавирусной инфекции не поставлен, но если эти дела будут делать или нет, в Уральском? Сейчас нет. Я думаю, что это сделано, что же, ну просто вакцины мало, на всех пока не хватает. И в документах то, что прописано, в общем-то, говорит, мы не будем делать пока тем, кто переболел, потому что у них почти наверняка есть иммунитет 100%. И раз есть антитела, тоже, видимо, какой-то иммунитет имеется. И пока вакцины недостаточно на всех 100%, мы пока эту категорию граждан отложим немножко в сторону, а будем прививать тех, у кого точно ничего нет. Вот я это понимаю так и думаю, что правильно. Мифы развеяны. Получены ответы на актуальные вопросы. Пробелы в информации о вакцине устранены. Мое личное отношение к вакцинации, конечно, положительное. Потому что мы победить можем коронавирус, только пройдя по максимуму вот этот процесс вакцинации. Это мое личное отношение. Многие понимают свою ответственность, в первую очередь, за свое здоровье, за свою жизнь, но и за здоровье и жизнь своих родных. Отношусь к вакцинации сам положительно. Ожидаю, что меня вакцинируют, хотя переболел. Значит, коллеги тоже в большинстве относятся положительно. Порядка 15 человек после болезни готовы тоже поставить прививку. Сам записался на вакцинацию, но не прошел ситоотбора, потому что у меня были обнаружены антитела. Но когда предоставится возможность, обязательно вакцинируюсь, потому что понимаю, что это в любом случае пригодится для поезда каких-то по области, для того, чтобы безопасно приходить своим родителям в гости, для того, чтобы нести какую-то ответственность перед людьми, с которыми я общаюсь. Такие встречи, конечно, будут продолжаться. Руководство городской медсанчасти будет и дальше проводить дни информирования, чтобы у каждого новоуральца была достоверная, правдивая, объективная информация о том, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.